В Казахстане почти половина автопарка службы скорой помощи изношена. Проблема решается текущим ремонтом, либо закупом новых машин. Однако, с учетом быстрой амортизации, санитарный транспорт работает 24 на 7, и этого недостаточно. В Минздраве с проблемой знакомые, там уверяют, вопрос взят на карандаш. И наша съемочная группа посетила автопарк столичной станции. Коллега Сыня Ковжасарова расскажет подробнее о состоянии здешних машин. Это автопарк столичной станции скорой помощи. Хотя на первый взгляд может показаться, что СТО по ремонту санитарных машин. Из 145 карет на ходу только 80, 10 идут под списание, остальные ремонтируются. Машины санитарные круглый год ездят. У нас на одну машину 4 бригады. Она круглосуточно ездит, соответственно, идет большой износ. На сегодняшний момент сейчас мы объявились, и в данный момент мы ждем результатов объявления. Мы все машины передали обслуживание и ремонт на аутсорсинг. В настоящий момент идутся розоверши. Проблем хватает. Стараюсь выходить из ситуации, но основная проблема – это сейчас санитарные машины. Только в Астане на пульт скорой помощи ежесуточно поступает до 3000 звонков. Бывает и больше 5000. И за дня в день их обслуживают 100 бригад. Столичной станции признаются – машин не хватает. Техники недостаточно. Это приоритетная задача, которую на сегодняшний день мы решаем совместно руководством нашего города. Амортизация фактическая 4,5 года, а по документации она должна стоять и быть использована 6,5 лет. Наша машина не останавливается ни днем, ни ночью. В отличие от организаций, которые не работают ночью. У нас такая проблема уже несколько лет, несколько десятков лет. Мы опросили жителей столицы, довольны ли они работой службы скорой помощи. На качество оказания услуг никто не пожаловался. Но вот на время прибытия многие. Скорая помощь не приезжает вовремя. Два или три часа прождали, так и не приехали. В итоге сами поехали в областную больницу. Давление у меня поднялось до 200. В последнее время, замечаю, подолгу ждешь санитарную машину. Ну, смотря какие случаи были. Если тяжелые, тогда, конечно, скорая быстрее приезжала. А если не такие критичные, то от полчаса до часа примерно ждали. Ну, смотря еще, в каком районе вы живете. Например, мы живем на Тлинзиве, пока до нас доедет. Приехала сразу. Ну, где-то не сразу, а вот через 30-40 минут. Даже ночью вызывали мы. И обслуживание было, ну, вот, квалифицированное, так скажем. Износ карет скорой помощи – проблема всех регионов. Под эту статистику подпадает почти половина автопарка страны. Ежегодно машины наматывают до 150 тысяч километров. Минздрав, Акиматы и отраслевые управления не успевают обновлять возрастной транспорт. Автопарком все станции скорой помощи 100% обеспечены. Но есть, конечно, износ. На данный момент, на первый квартал 2024 года, 44% из общего автопарка составляет изношенный автомобиль. Это не говорит, что они все там одномоментно встали, не ходят. Они ремонтируются. По мере возможности обновляются. Мне очень тяжело сейчас проявить, достаточно ли денег выделяется. Раз мы не можем на данный момент обеспечить одновременно все автомобили поменять на новые, значит, это мое мнение, значит, мы недостаточно выделяем. Конечно, это все зависит уже от бюджета. В прошлом году региональные гаражи пополнились на 94 машины. Больше половины из них закупили для Алматы. Остальную часть для Кызлардинской, Мангастауской области, Улытау. В этом году приобрели всего 13 карет скорой помощи. Все для туркестанского региона. Минздраве заверили, по мере возможности возрастные машины продолжат обновлять.